Если проанализировать беспристрастно, хотя это действительно очень сложно, действительно цели-то были, ну, казалось бы, в какой-то степени достижимые и в некоторых своих, так сказать, частях также благородные. Вот посмотрим. Значит, с моей точки зрения, как бы заявленных целей было три. Первая – это снять все препятствия с ускоренной евроинтеграции Украины. Первая цель. Вторая – это отстранить от власти олигархов. Вторая цель. И третья – отстранить от власти представителей Востока Украины, поменять власть на тех, кто в тот момент находился в оппозиции. Теперь посмотрим, что же, так сказать, что же удалось, что не удалось. Что касается, так сказать, процесса евроинтеграции. С одной стороны, в, как бы, агитационно-пабакандистском плане, действительно, ускорить процесс удалось. Но если внимательно посмотреть на реальную ситуацию с евроинтеграцией Украины, то продвижения нет никакого. Больше того, по большому счету, идет откат. Теперь, борьба с олигархами, так сказать, ликвидация власти олигархов, смена ее на власть народа. Ну, мы видим по составу руководства Украины, что эта цель достигнута с точностью до наоборот. Если в той Украине все-таки олигархи правили опосредованно через своих представителей, ну, или во главе страны, если вот шли обвинения Януковича, был человек, который активно не был олигархом, но активно стремился им стать, то сейчас у власти находятся олигархи без всяких, так сказать, кавычек. И они захватили власть, что называется, как выражались в старые времена, в центре и на местах. Наконец, смена власти. И отстранение от власти представителей Востока Украины, которые тянули Украину назад, в Азиатчину, в Россию и так далее, и тому подобное, пятые-десятые. Это удалось. Но вопрос возникает, удалось какой ценной. Конечно, никто не признает своих ошибок и будут продолжать упорно твердить о том, что это злая Россия устроила все это на Украине, а так бы было хорошо и замечательно. Но если, опять же, объективно посмотреть на ситуацию, собственно говоря, вот это вооруженное противостояние с Востоком Украины, по сути, спровоцировали сами же представители, что называется, революционных сил. Потому что практически выведение представителей Востока и Юга Украины из легальной политической сферы привело к тому, к чему приводят всегда такие жесткие действия. То есть, их место заняли уже нелегальные в рамках Украины радикальные политические силы. И сейчас они находятся именно в жестком радикальном противостоянии с Киевом. Потому что раньше худо, бедно, непоследовательно, иногда обманывая население, будем говорить прямо, юго-востока Украины, тем не менее, партия регионов создавала иллюзию представления их интересов в общем политическом пространстве Украины. Когда партия регионов была разгромлена, отброшена, подавлена, то это дало такой ситуационную победу, но на самом деле стратегическое поражение для тех сил, которые сейчас находятся во главе украинской политики, украинского государства. Поэтому, с моей точки зрения, все-таки итоги этого года в смысле выполнения целей революции Майдана, даже с точки зрения Майдана, оказались неутешительными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова